Переатраусы могут сдать мусор и получить деньги. В микрорайоне Алмагуль запущен эко-пункт для сбора бытовых отходов. На объект впервые возведенный в городе было потрачено 9 миллионов тенге. Но из не бюджета, а из средств горожан и спонсоров. Здесь горожане могут сдать пластиковые бутылки, бумагу, картонные и алюминиевые банки, пластиковые коробки и флаконы с химическими отходами и тем самым заработать деньги. 10% собранных средств пойдут на благотворительность. Отходы собираются и направляются на перерабатывающие заводы, расположенные в городах Алматы и Шимкент. Это эко-пункт, целево раздельный сбор мусора бытовых отходов. То есть, вот вы видите, в эко-пункте у нас стоит 6 различных окошек, и в каждое окошко будет раздельно сдаваться мусор. Например, это может быть макулатура, это может быть стекло, это может быть пластик, также это могут быть полиэтилены, так называемые бутылки, целлофаны, металл и так далее. И в отдельной комнате у нас будет сидеть оператор, и за каждый сданный килограмм бумаги, мусора, бытовых отходов, он будет давать деньги. Волонтерская группа «Шанграх», участвовавшая в возведении объекта, была создана 3 месяца назад. Это первый проект неравнодушной молодежи. Кроме того, они оказывают благотворительность и людям с ограниченными возможностями. Во-первых, мы облегчаем возможность жителям города Атрау, потому что не секрет, что многие компании мусороперерабатывающие, они находятся за окраиной города далеко и принимают только большие объемы. Например, это может быть 50-100 килограммов бумаг, и к ним нужно будет довисеть. То есть у жителей, во-первых, идут там транспортные расходы, расходы на время и так далее. И для облегчения и снижения их ресурсов, затрат на ресурсов, мы вот решили создать в микрорайоне Алмагуль вот такой экопункт. Здесь могут приходить, сдавать килограмм один, два и больше килограмм, и за это будут получать соответствующие деньги. Если проект будет успешно реализован, планируется открыть еще 15 таких экопунктов. По словам волонтеров, этот проект позволит снизить нагрузку на полигоны города.